Звонит и не пишет тысячи лет Отсидит в одноклассниках целыми днями Ваша скорость составила 94 км в час, из-за чего были остановлены? Кто были? Что? Кто были? Не понял Кто были остановлены? Вы Сейчас мы покажем фотографию данного нарушения Хорошо стали, чтобы тенечек, это хорошо А кто мерил скорость? Данный инспектор мерил скорость, я вас останавливал Так же нельзя Что? Так же нельзя, надо, чтобы он мерил и останавливал Так не получается Получается, вы еще не видели нарушения? Пожалуйста, предоставляем вам фото-видео фиксацию вашего правонарушения Так же подивите, там видно номера? Конечно Подивите Ну, вы подивите Я вижу, что не видно, давайте я зафиксирую, вы тоже зафиксируйте на свой модный гаджет Не видно там номера 49 км? 94 км на годину Не говорится, не 180 метров, а 181 метр и 40 сантиметров О, 40 сантиметров Да, да, да Нормально О, а это что? Дивите, стосовно ваших номерных заказов, сейчас, секундочку Не, мне, что это телефон сегодня надо показывать Не, я не телефон показываю Вы фиксируете нас на видео, да? Да Ганджет Извините, что? Смотрите номерные знаки Извините, кстати, 11 пункта 12 Ну, а где видно, что я тут еду? Ну, ваши номерные знаки, вы попросили, я сделаю увеличение Не, так мне не надо увеличение, я могу выйти и посмотреть на свои номерные знаки Мне не надо привязка, мне надо видео Полностью видеосъемку вам предоставлю Значит, рукается автомобиль Коли крестик появится на автомобиле, это лазер зафиксовал швидкость автомобиля Видстань от меня до вас И будет дальше продолжаться просто видеосъемка после фиксации А что вы сказали 40 см? Потому что 181.4, 40 см Смотрите, начинаем видео смотреть Раз, крестик появился, лазер зафиксировал скорость Пожалуйста Просто экран затертый, увеличивает номерные ваши знаки Растирайте тогда Что разтирать? Ну, вы скажете Вы, пожалуйста, предоставьте водические регистрационные документы на транспортное засступaye Вы скажете, что экран затертый, потому что не видно номера Я говорю, разтирайте Не, не видно numерные знаки, я вам посмотрите, я предоставлял Предоставьте, пожалуйста, водительские и регистрационные документы на транспортный засед. Какие предоставлены пунктом 2.4 правил дорожной группы. Пожалуйста, документы свои предоставьте. Оба едва. Глушко Санкт-Петрович. Александр Петрович. До 16-го года. Ваши можно? Так. Вы чего на перекрестке стоите? На перехрестке. Можете поединку видеться. Конечно, пойдем. Подивимся. Зотов Алексей Сергеевич. Старший инспектор. То есть не похожий, если честно. Вообще не похожий. А ну кипочку. Похожий. Ну реально подивись сам не похожий. Предоставьте, пожалуйста, потому что это было три года назад. Это было два года назад. И действительно оно еще до 16-го года. Так. Что там с порушением? Что самое именно? Что самое я порушу? Вы порушили швидкостный режим в населенном пункте. Пункт правил 12-4. Швидкость населенного пункта должна складывать не больше 60 км на годину. Вирухилось 94 км на годину. Что? Будь ласка предоставьте регистрационные документы, которые посвящены воде. На право керувальному. Зачем? 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 Для складывания административного протоколу. Завчинено вашим. Так а вы знаете, что согласно? Если... Что согласно? Если знаки установлены с порушением правил дорожного руха або державных стандартов, то вы не можете... Тут знак установлен без порушения стандартов. Поехали, подивився до знака. Мы пока будем складывать протокол, вы можете там ехать, куда подивиться. Пройтися, пройтися. Або пройтися, да. Вы давайте не наглейте. Я вам объясняю. Знак установлены с одной стороны. А согласно пункту 8.2.1, если дорога имеет... Не надо меня перебивать. Бо я перебью, будет очень больно. Вы только не погрожите. Будь ласка, товарищ водитель. Не надо меня предупреждать. Тамбовский волк то и товарищ. Согласно... Я говорю, не перебивайте меня. У вас никто не перебивает. Просто предъявите. Я говорю, согласно пункту 8.2.1, если знаку... Если дорога имеет больше, чем одну полосу для движения в одном направлении, он должен быть дублирован. Либо над полосой... Либо над проезжей части, либо на разделительную. Он не дублирован. Потому, согласно пункту 12.10.b, вы не можете меня привлечь к административной ответственности. Мы можем вас привлечь к административной ответственности согласно пункту 12.4 правил дорожного. Я вам еще раз объясню. Если знаки установят... Вы имеете право в 15-динный термин оскаржить данный протокол в высшестоящих инстанциях. Если суд будет считать, что вы были правы, то этот протокол скасуют. Вы что, додики или что? Да, 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 да. Не понимаю. Не понимаю? Я не слышу. Кажу, вы что, додики или что? Как вы разговариваете? А что я такого сказал? Визовем слідчо-оперативную группу, я расскажу свои мнения. А оскарживать я ничего не буду. Вы не имеете права, вы перевищуете свои службовые повновления. А вы перевищуете правила дорожного руха. Да. А согласно пункту 12.10.b? Мы вас попереджаем згідно статті 22. Будьте уважны и убережны. Не порушуйте швидкісний режим. Не надо меня попередживать. Без протокола ты меня попередить не можешь. Без протокола можешь сделать только зауважение. Згідно 22. Попереджаю. Попереджаю все-таки. Попереджаю. Без протокола попередить ты меня не можешь, друг мой, ласковый. Понял? Хорошо, зауважение делаем вам. Перевищение швидкости приводит до дорожно-транспортного проявления. Ну так, оце другий разговор. Счастливого пути постарайтесь. Ви постарайтесь написать рапорт, чтоб знак установили согласно пункту 8.2.1. Постарайтесь. Після закінчення службы Вы должны сделать рапорт. Это машина. Машина такая. Раз, два, три, четыре, пять. Есть 10 метров? 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 Это попереджували знак, что вы выезжаете с другой рядной на головную. Правильно. А у меня есть выездок. Попереджаю. Это перекрестя. Правильно. Оце перекрестя. Оце перекрестя. Да вы правила знаете. Рассказали, я не выпустил. Я не плюю. Скажи. На рабочих. На маршрут потребления вас кто выпустил? Шановный водитель. Я не водитель. Пассажир. Я пешеход. Ну хорошо, вы будете пешеходом. Мы ж были пассажиром, сейчас пешеходом. Вас же попереду. Чтобы вы не порушили. А не возникшим попереду? Нет, водитель. Во-первых, вы сделали за уважение. Не попереду. Продолжайте, пожалуйста, руки. Не порушуйте. Поставьте этот мобиль, сгідно правил дорожной руки. Вы должны быть прикладом для других участков дорожной руки. Не порушуйте. И все, мы поехали дальше. А вы не приклад, а наоборот. Можем связаться с начальником вашим. В области. Хочется, чтобы он вас попросил. Вам легче поставить, сгідно правил дорожной руки. Вам же легче не порушить. Правильно. А что вы это делаете? Правильно. Вам уже объяснили. С одной стороны правило, 8 метров в день. Это уже не порушено. Там же дорожные знаки стоят с двух сторон. Давайте поднимемся. Ну, как поднимемся. Там СТССР закончится на СТССР. СТССР начинается на СТССР. А кто вас выпустил на марш подруливание? Да. 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 Не будь он капитана. Добрый. Это не добрый, это плохо. Что же тут доброго? Ничего не должно быть. Доброго нет ничего. Да. Я не знаю, что это до этого не должно быть. И тогда я не буду. Аааааа. Ааааа... Что тут берете все то? Ааааааааааааа. По вашему божанню переставлено, так? Да ну чего же, ну мы же так. По нашему божанню, не знаю законодательство, переставлено. Видно право в дорогу. Субтитры делал DimaTorzok